Приветствую вас, и давайте мы с вами пока что условимся, что пить успокоительнее мы не будем. Не будем, потому что хорошего в этом нет ничего. Но проблему это не решает, а вашу и вообще любую проблему это не решает. Давайте попробуем разобраться в том, что вы пишете. Первое, что мне бросает в глаза, это то, что вы, значит, говорите о том, что не хотите расходиться с отцом ребенка, с вашим, как я понял, мужем, ну, вот, вы говорите, что живете с молодым человеком, но непонятно, выходили вы за него замуж или нет, ну, неважно. Тем не менее, абсолютно все это так, что вы пишете, значит, что вы не хотите с него уходить, но при этом, как бы, не желаете обременять, значит, своих родителей. При этом, при том, что вы не желаете обременять своих родителей, вы схватитесь на ребенка. То есть, посмотрите, какая получается ситуация. Ситуация получается такова, что вы, с одной стороны, вы предпочитаете срываться на ребенка своего нежными, чем обременять родителей. Это первый мой вам вопрос. Почему вы считаете здоровье ребенка, его психический покой, его психологическое, значит, менее важным, чем родители? На самом деле, родители ваши, если они ребенка любят, если они принимают власть, они будут только рады, они будут только рады, они будут только рады, не отчет внука. А вы своему ребенку, на самом деле, только вредите. Поэтому здесь, мне, конечно, хотелось бы у вас уточнить, почему вы сделали такой выбор, точнее, почему так наставили приоритеты. А вообще говоря, это, ну, к сожалению, неправильные приоритеты, потому что как бы вы вредите здесь своему ребенку, вы ему очень сильно постить будущее. И я думаю, что нужно все-таки расставить приоритеты более правильно и, значит, все-таки по-непоходителям, если нету другой возможности, как-то, ну, как-то решить этот проблем. Дальше. Следующее, что хочется сказать. Это то, что вы пишете, значит, что так как вы сами не в состоянии обеспечивать себя и ребенка. Значит, годовалый малыш, которого вы не в состоянии обеспечивать. Знаете, если бы вы были с родителями, если бы вы вот решили все-таки обременить своих родителей, то тогда бы вы, наверное, смогли бы получить то необходимое время, которое бы вам, ну, которое вам нужно для того, чтобы обеспечить как раз-таки и себя, и ребенка. с родителями, я уверен, они с радостью взяли бы на таких условиях внука, если бы вы согласились сработать. И вы бы таким образом перестали зависеть бы от, собственно, своего молодого человека. то есть вот этот момент, почему вы не хотите работать, хотите как-то становиться независимой от своего мужа, в любом случае мне не очень понятно. Дальше. Следующий момент, о котором мне хочется вам сказать. Вы пишите, что после рождения ребенка отец отдалился. С этим так бывает. Так бывает и бывает так очень часто, потому что на то есть ряд обоснований, на то есть ряд обстоятельств, которые обуславливают такое вот отстранение мужчины от жены, ну, от матери своего ребенка. Во-первых, мать уделяет внимание ребенку очень много. Гораздо больше, чем по мнению отца это нужно. И у него, тем более у вас мальчик, у него возникает ревность. к вам. То есть, он ревнует и из-за этого отдаляется. Он не чувствует, что вы по-прежнему так же даете ему ласку и тепло, как раньше. За этого мужчина, естественно, чувствует себя брошенным, а гордость, наверное, не позволяет как-то проявить себя. То есть, сказать вам об этом. Дальше. сама женщина, она меняется после рода. И меняется, к сожалению, очень часто. Ну, не всегда в только хорошую сторону очень часто она меняется и в плохую сторону, да, то есть, перестает на собой следить, перестает на собой ухаживать, начинает выглядеть хуже, чем раньше и так далее. И все это, конечно же, немного мужчину отпугивает, потому что, ну, мужчине-то все-таки нравится, когда его женщина выглядит идеально, а вы, получается, выглядите, ну, не совсем идеально. Здесь вам нужно, опять-таки, работать над собой, над, значит, своим внешним видом, чтобы выглядеть хорошо, чтобы стараться радовать своего мужчину, чтобы как-то все-таки вызывать с него интерес, и вот только если все это не поможет, то есть, вы стараетесь выглядеть хорошо, а мужчина все-равно не обращает никакого внимания на вас. вот в этом случае, конечно же, нужно от него уходить. То есть, ни в коем случае здесь нельзя терпеть подобные отношения. Вы ребенку вредите и себе. Хотя, этот момент более чем понятен. и в завершении, значит, хочется сказать, что в принципе непонятно, почему у вас нет друзей. В вашей вселенной был ваш молодой человек, но ведь молодой человек был у вас не всегда. А что было до молодого человека, почему вы потеряли связь со всеми друзьями, такое может быть, но тогда нужно постараться связь как-то восстановить. Я надеюсь, этот момент вам понятен. Нужно попробовать восстановить связь со своими друзьями, общаться, больше внимания, больше времени уделять себе, и если вы будете себя любить, если вы будете о себе заботиться, то и молодой человек будет тоже о вас заботиться. У меня произошло впечатление, что вы именно говорите, моя вселенная, то есть ваша вселенная был ваш молодой человек. Я понимаю, правда, я понимаю вас, я понимаю, что так надо было, но понимаете ли вы в чем дело, что тем сильнее мужчину вы делаете центром своей жизни, тем в большей степени вы его от себя отталкиваете, чем в большей степени вы его от себя отдаляете, отстраняете от себя его. Поэтому вам здесь нужно поступать одновременно как бы и тонко, одновременно и деликатно и в то же время достаточно в стиле стремленно. То есть вы желаете, чтобы мужчина вновь обращал на вас внимание. Вы желаете, чтобы вот это его отдаление, чтобы оно закончилось. Тогда нужно, чтобы вы думали о себе. Если вы о себе не думаете, то кто будет думать о вас тогда? Надеюсь, это понятно. То есть вновь нужно вспомнить, как это быть не матерью, а женщиной. Женщиной, привлекательной девушкой и так далее. И последнее, что мне хочется сказать. По своей глупости и влюбленности вы рано завелись в семью. Знаете, в 16 лет это не так глупо. Не знаю, поверьте мне или нет, но в 16 лет по меньшим меркам это не так глупо. Есть те, кто и раньше заводит семью. Гораздо раньше. И живут, и вообще не переживают даже. Поэтому не нужно считать, что вы сделали что-то глупое. Не нужно. А вы сделали ребенка. Вы родили ребенка. Вы не отдали его в детский дом, как могли бы, как делают другие люди. за это вам можно сказать большое спасибо. Я думаю, что вы хороший человек. Просто немножко запутались. Не торопитесь подсаживаться на препараты, не торопитесь подсаживаться на лекарства. попробуйте решить сперва проблему как-то все-таки другим путем, нежели чем химии. Потому что химия, она вызывает привыкание только лишь и не более того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. удачи.